Я, слава Господу, Богу Всемогущему, слава Иисусу Христу, Искупителю, Целителю, Освободителю, Утешителю Духу, Святому Хвала. Приветствую всех братьев, сестер, приветствую всех с Киева, с нашей архиепископией Киевской Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Приветствую всех вас, возлюбленные, дорогие друзья. Сегодня такой вечер, вечер и новомесячие. Да, сегодня завершается первый месяц Адар и вот, в общем-то, завтра будем встречать уже новый месяц, второй уже месяц Адар. Да, год високосный этот выполнен, вот, как во время, кстати, вот того Курима, о котором говорит Библия, о котором будем все эти вечера с вами рассуждать. Так что это очень даже интересно, очень знаменательно. Вот, и два месяца Адара в этом году также, вот, мы празднуем. Слава Богу. Да, и сегодняшним вечером, сегодня у нас 6 марта, получается, вечер 6 марта 2019 год по гражданскому исчислению лет. В библейском исчислении сегодня, ну, уже вечер, уже наступило 30 число месяца Адар 1, 5779 года от Сотворения Мира. Да, наступает последний месяц года, если считать от нашего исхода, от нашего выхода из рабства. Да, завершается 3330 год со дня нашего исхода, который мы ведем исчисление лет также. Вот, и, да, через месяц мы будем уже праздновать 3331 год нашего исхода, выхода из рабства египетского. Слава Богу. Так что, дамы и господа, братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Вот, и я думал трансляции делать с вечерних молитв, но рассудилось мне сегодня, размышлял, молился, начать семинар. Я уже сегодняшним вечером начинаю семинар такой, беседу такую, беседу, предпуримную такую, беседа, посвященная празднику Пурим. Вот, и думаю, что получится у меня продолжить, ну, до самого Пурима, собственно, остается совсем ничего уже. Вот, и 20 марта в этом году выпадает пост Эсфири, и мы так общецерковно посвятим 20 марта как раз вот именно такому размышлению, такому бдению, вот именно посту и молитве, вспоминая то покаяние, тот вопль к небесам, который звучал из уст царицы Эсфири, из уст тысяч и тысяч евреев, смиряющихся пред Богом, о чем рассказывает Библия нам подробно в книге Эсфири. Слава Богу! Вот, будем перечитывать книгу Эсфирь, ну и праздновать будем праздник, сам уже Пурим, 14 и 15 числа месяца Адара, как и принято с самых библейских тех самых времен. В этом году 14 и 15 Адара 2 выпадают на, что у нас, 21 и 22, соответственно, марта 2019 года. Да, и дамы и господа, сейчас я подключу, славим Иисуса с Петром. Да, слава Богу, друзья, привет всем со Львова, вчера я приехал, вот, и уже целый день сегодня я здесь, в Киеве, вот, слава Богу. И, ну, также, хотя уже я в Киеве, но я еще по-прежнему в молитве за Львов, в молитве о духовном пробуждении Львова, Западной Украины. Слава Господу, благостовенный край, благостовенная земля, благостовенные люди, вот. Вот, но сегодня вот здесь, на берегах Днебра, я начинаю, в Киеве начинаю семинар. Спасибо тебе, Господь, за все. Благословен Царь наш, благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Благословен Господь, благословен Великий Бог наш, благословен, благословен. Друзья, сегодня, этим вечером, начинаю вот такую беседу, предпуримные беседы. Вот, и на протяжении вот этого времени всего я рекомендую вот всем братьям, сестрам, всем вот нашим священнослужителям, в особенности, перечитывать книгу из фильм. Мы, конечно, читаем ее и в другие дни года, но вот в эти дни особенно, конечно. Потому что события, описанные в Библии, в книге из фильм, они важны для всех верующих. Знаете, праздник еврейский, да, праздник, ну, в первую очередь праздник библейский, дамы и господа. Да, поэтому, даже если, например, вы не еврей, по крови, по вашему родству, там, по маме, по папе, не важно. От одной крови ведь Бог произвел весь род людской, весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Да, и тем более, Библия, если для нас с вами Библия является книгой богодохновенной, если мы с вами верим в то, что Библия это Божье слово, то тогда, безусловно, Пурим, это праздник каждого верующего. Это праздник наш. И перечитывая книги Эсфири, перечитывая в книге о царице Эсфири, о Мардыхае, мы читаем историю Божьих людей. Историю святых, Божьих людей, через которых действовал Бог. Хотя книга Эсфири, я говорю, она такая очень во многом таинственная и очень даже, ну, по многому странная. Но, наверное, самое странное, самое таинственное, что отмечают все и еврейские, и иудейские источники, и христианские толкователи там, отмечают также разные конфессии, что, да, чудно, конечно, в этой книге Библии нет имени Всевышнего Бога. В каждой книге Библии мы читаем, находим имя Господа, Творца неба и земли, Бога Авраама, Исаака, Израиля, Бога патриархов и пророков, Отца нашего Невестного. В еврейском тексте должно это быть записано четырьмя буковками. Поэтому четыре буквы эти, тетраграмматон, вот так вот есть такое наименование еще, Иуд, Хей, Вавхей, читаемое обычно в русской литературе, как Егова, или же есть вариант Яхве, Иегова, это имя Бога Всемогущего, оно в Библии, в каждой книге, мы читаем об этом в Торе, мы читаем об этом в Пророках, есть. Но, дамы и господа, удивительно, но вот две книги в Библии есть те, у нас с вами в еврейских писаниях, где имени всемогущего Бога нет вообще, то есть оно не записано там. Это книга о песне песней, и вот книга, вот сегодня, о которой обращаемся мы, и эти дни будем обращаться, это книга Эсфири. Но если в книге песни песней хотя бы есть, прочитывают какой-то определенный намек на это имя, знаете ли, то в книге Эсфири нет даже этого намека на имя Всевышнего Бога. И это порой ставило в тупик и еврейских толкователей, да и многих христианских толкователей-комментаторов Библии тоже ставило и ставит порой в тупик. Знаете ли, почему имя Всевышнего Бога, оно не указано в этой книге, если она является библейской книгой? Но, как отмечают и иудейские, и христианские толкователи, с чем я также согласен абсолютно на все сто процентов, что Бог Всемогущий, Иегова, Творец Неба и Земли, несмотря на то, что Его имя не прописано буквально буквами в этой книге, но Он Сам, Творец наш, благословенное имя Его, Он присутствует там, Он присутствует в этой книге, на каждой страничке ее. Слава Богу! Друзья мои, братья и сестры, честь и хвала нашему Богу Всемогущему. Я считаю, что, как православный священнослужитель, что каждый верующий, независимо от нашей конфессии, динаминации, независимо от нашей ветви, направления, организации, юрисдикции, прочей, столько наименований, все не перечтешь даже, знаете ли, даже видов разных направлений, ветвей. В таком многоветвистом древе Царства Божьего, Церкви Божьей, сегодня действительно много разных ветвей, порой очень таких даже диковинных и чудных, порой надломленных и отломленных, засыхающих, засохших, порой живых и оживляемых, порой уже приносящих плоды или же только еще цветущих. Но, будем так говорить, у нас корень один и ствол наш один, это сам Господь. Он лоза, а мы ветви. И да будет благостовен Господний виноградник в эти дни. Аллилуйя! Слава Богу, друзья! Вот, возлюбленные, братья, сестры, кто подключается сейчас, кто подключился, всех еще раз и еще раз, как говорится, паки-паки, приветствую именем Господнем. Напоминаю, кто подключился, или тем, кто будет смотреть это видео, потом уже в записи, сохранившемся на Ютубе, что сегодняшний вечер я посвящаю такой беседе о празднике библейском, святом празднике Пурим, который для всех, чтущих Библию, христиан, является также святыней Господней и святым Божьим таким установлением. Хотя сам Бог не постанавливал, будем так говорить напрямую, это как праздник, но в Библии это есть, царица Исфирь и Мордехай, благословенные святые божьи люди, они это постановили, и, друзья, удивительно, Бог, как невидимый режиссер всего этого тайна действия, благословлял и царицу Исфирь, и Мордехая, и весь еврейский народ, тогда, а сейчас нас с вами, благословляет вспоминающих те библейские события, потрясающие по своей глубине библейские события. Хотя я и понимаю, конечно, дамы и господа, братья и сестры, что я это говорю и как православный священнослужитель, уже более чем с 30-летним служением церковным священнослужителя, и как христианин, в конце концов, да, потому что я общаюсь не только с православными, даже сейчас уже не столько с православными, а только с верующими разных конфессий, разных динаминаций, католиками, протестантами разных течений, неконфессиональными верующими. Я со всеми стараюсь общаться и дружить со всеми, кто любит Господа нашего Иисуса Христа. Знаете ли, кто принял верою Спасителя Иисуса Христа. Вот, и скажу так, большинство христиан, по моему наблюдению, совершенно напрасно игнорируют библейские праздники. Хотя я понимаю, конечно, что это может быть и не суть, ну, будем так сказать, не жизневажно, будем так говорить, и без этого можно прожить, в конце концов, да, христианину. Многие конфессии так же живут, как бы, и ничего себя чувствуют, вроде нормально. Но, я считаю, все-таки, даже если они и чувствуют себя нормально, и субъективно себя ощущают, как бы, вполне полноценно, но я не верю в полноценность христианина, или в полноценность какой-то ветви христианской, церкви какой-то, конфессии, динаминации, юрисдикции, организации и прочее, которая лишена, или которая лишена, именно библейского этого наследия, огромного Божьего наследия, данного нам в Библии. Вот, и как православный реформатор я выступаю с самого начала, вот, своего служения реформаторского, ну, то бишь, с 96-го года, а здесь, в Киеве, я говорю об этом именно, да, но с самого начала, но особенно, когда вот начал уже церковь, возрождение, второе дыхание такое, новое начало получило в конце 2000-го, начало 2001-го годов, православное обновленчество, обновленческое движение, и с того самого времени я говорю об этом вообще постоянно, знаете ли, и на семинарах, и на служениях, там, у нас в церквях наших, да, или же там где-то в гостях бываю, везде об этом говорю, собственно, как мессианский служитель, я об этом вообще подчеркиваю даже всегда материал, что церковь христианская, действительно, и православие в частности, должно совершить вот это покаяние определенное, действительно, возрождение, восстановление, вот тех растраченных, возвращение вот тех растраченных богатств Библии, богатств Божьих, которые, ну, на чечевичную похлебку человеческих всяких лжеучений, преданий мы поменяли в свое время. Но приходит время вернуться к истоку, вернуться к самому началу. Начнем все сначала, друзья мои, начнем все сначала. Ну, и теперь задача такая, православных реформаторов, отказ от вымыслов и традиций человеческих, от учений бесовских, от чечевичной похлебки, вот, знаете ли, отказ, и возвращение к нашему первородству, возвращение к тому, действительно, от чего отпали, к тому, что растеряли, нужно было время разбрасывать, да, и разбрасывали с таким энтузиазмом камни, но пришло время собирать с еще большим энтузиазмом, пришло время собирать разбросанное, слава Господу. На семинаре, кстати, по истории христианства, который я планирую проводить здесь, в Киеве, начиная вот с 17 марта, включительно, вечер, по вечерам, 6 воскресенья подряд, по вечерам, 17 марта и дальше, до 21 апреля, включительно, 21 апреля вечером, будет завершение этого семинара, так, планирую, по крайней мере, провести, вот, как раз здесь, в Киеве. Я буду говорить об истории христианства, но также и об истории Израиля. Буду говорить именно о том, что нас объединяет, и о том, что разделяет. Буду говорить о трагедии раскола, разделения церкви и Израиля, Израиля и церкви, и это как вот в разводе, будем так говорить, да, нет победившей стороны, обе стороны проигравшие, и обе стороны страдающие. Вот так же и церковь, и Израиль, ну, как бы, единая, единая в глазах Бога, и кровью жертва Христа единая, когда начала разрываться, разделяться, и по сих пор, по сей день разделение-то очень, так, воочию видно. Вот, это действительно страшная трагедия. Кровь Иисуса Христа попирается нами, вот, через это разделение. И вся вот эта, весь Божий этот Новый Завет, новое вот это вот Божье, Божье, что произошедшее чудо 2000 лет назад, как бы попирается с обоих сторон, и Израилем, и церковью. Вот, и я верю, что в последние эти дни будет то, что было и изначально у нас, что было изначально нашим, что Бог во Христе действительно примирил с собой мир, создавая одного нового человека, одну новую, действительно, общность человеческую, одну новую, новую общественную формацию создавая из Израиля и церкви, евреев и неевреев, всякую вражду пригвоздив ко Кресту. Удивительная история. Вот буду об этом говорить. И, конечно, безусловно, и 17 марта тоже я, наверное, упомяну как раз об этом. Вот, скажу пару слов и о Пуриме. Потому что, ну, я буду говорить и о Пуриме, и потом уже о Песахе, о Пасхе. Эти праздники два, они очень сильно взаимосвязаны. Вот, и тоже буду рассказывать вот о вот этой божественной взаимосвязи этих двух событий и о, действительно, о том, что и то, и другое является величайшим Божьим чудом в истории. Слава Богу! Но, дамы и господа, сегодня я вот здесь перечитывал такую брошюрку. Слава Богу за Иванезер, слава Богу за издателей. Дай Бог им здоровья, да. Как говорится, до 120 и более. Да, за то, что издают такие хорошие вещи. Из Писания здесь десятки пророчеств выделены. О Божьем завете, здесь вот написано, вот, Божье обещание Аврааму. Ну, это из бытия, да, здесь. Потом, Божье обещание подтверждено Исааку и Якову. Тоже в бытии это и есть все. Потом, Божий завет с Израилем. Пожалуйста, и книги Исход, тоже, и Псалма здесь. Вот, Божье предупреждение Израилю. Да, Бог, Он и заранее предупреждает, собственно, да. Впоследствии непослушания. Тоже все рассказано о рассеянии Израиля. Обещание возвратить свой народ. Вот это самое потрясающее. Let's my people go. Аллинуя. Аллинуя. Здесь прекрасные слова, прекрасные обещания. Здесь их десятки этих пророчеств. Из Исаии, здесь пророка много очень. Из Иеремии пророка, из Икииля. Аллинуя. Спасибо Господу. Так, а брошюра так называется? Библейские пророчества о возвращении еврейского народа в Израиль. Да. Затем скажи, так говорит Господь Бог. Я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны. И дам вам землю Израилеву. Из Икииль 11, 17. И вот эти места из Писания, места из Библии, которые здесь выделены, я перечитываю и вдохновляюсь. И просто наполняюсь благодарностью к Богу за истинность Его обетований, за неложность этих обетований, за то, что Он, Бог Всемогущий, несмотря на то, что даже человек часто и не верен своему слову. Он со своей стороны остается верным своим обещаниям, верным своему слову. Аллилуйя. Сегодня этим вечером в этой первой беседе, в этой первой части, рассказывая о Пуриме, в этих беседах таких предпуримных, с сегодняшнего числа я начал эту беседу проводить. С шести часов вечера включаюсь вот так вот, ну и вот дальше там полчаса, час провожу, буду проводить вот эти беседы. И с сегодняшним вечером хочу молиться вместе с вами, друзья, дамы и господа, братья и сестры, молиться за Израиль, молиться за Иерусалим, молиться молитвой благословения. Благословения священников буду петь на Израиль, на Иерусалим. Конечно, это благочестиво, когда мы молимся за весь мир, за все страны. Дамы и господа, братья и сестры, это благочестиво, когда мы молимся, и правильно, когда мы молимся за свои города, свои страны, народы, континенты. Это замечательно, это правильно. Но в этих наших молитвах, звучащих из наших уст, сердец, особенное место должна занимать молитва. Я в этом глубоко убежден за Израиль и за Иерусалим. Во-первых, и первый и последний аргумент, и первый и самый завершающий аргумент, и начальный и завершающий аргумент для меня, как для христианина, и как для православного реформатора, евангелиста, миссионера, это то, что повеления эти, молиться за Израиль, за еврейский народ, молиться за Иерусалим и просить мира Иерусалиму, есть в самой Библии. В Божьем Слове, в нашей Конституции, есть это. И это прекрасно, друзья. И для меня, как для верующего человека, как для христианина, это самый первый и самый завершающий аргумент вообще, всех аргументов. Слава Богу. Поэтому, если спрашивают меня, допустим, вот как священнослужителя православного, порой разные вопросы приходят, в том числе здесь, вот на Ютубе, пишут под видео. Я стараюсь отвечать, но не всегда так получается быстро и так сразу прям ответить, но стараюсь отвечать. Правда, некоторые вопросы я нахожу позже уже, даже спустя год или два или три даже бывало такое даже, наталкивался. Надо же, был вопрос, а я и так и не ответил. Сообщение прошло мимо меня. Ну ладно. Но все равно стараюсь отвечать. Лучше поздно, чем никогда. Отвечать на вопросы. И среди вопросов, конечно, мне, как христианину, сионисту, любящему Израиль и молящемуся за Израиль, за Иерусалим, задают это очень часто, конечно. Почему вот вы православный христианин, почему вы православный священнослужитель и молитесь за Израиль, молитесь за Иерусалим? Для многих это даже, ну, уже смирились, наверное, люди с тем, что большая часть православных священнослужителей, как бы так, исторически уже так повелось, являются больше или меньше антисемитами. Порой и очень даже яростными некоторые являются такими антисемитами. С этим уже как-то смирились. И это воспринимается, к сожалению, большинством христиан и православных, и других разных ветвей христианства, как нечто, ну, уже так, само собой разумеющееся. Знаете ли, принюхались уже. И кажется, что это как бы уже и не вонь, и кажется, это нормально уже. Но это зло, и антисемитизм зло, как и любая межнациональная, там, межнациональная, религиозная, расовая вражда. Это и есть грех против Бога. Вот, и, знаете ли, я непримирим с этим грехом абсолютно. И как интернационалист, и как сионист, я всегда благоставляю и молюсь и за Израиль, и за весь наш истрадавшийся мир. Потому что вся тварь, все творение Божье, да, стянает и мучается ныне, ожидая откровения сынов Божьих, ожидая то, что в еврейской традиции мы называем это восстановлением мира, восстановлением земли. Это прекрасные слова, прекрасное повеление, слава Богу. Вот, исправление, даже так вот звучит Атикуна Лама, как исправление этого мира. Даже не восстановление, а исправление, так можно перевести. И, кстати, так вот часто переводят на русскоязычных сайтах. Исправление мира, Тигуна Лам. И, знаете, друзья, это восстановление началось 2000 лет тому назад. Машиах Христос Иисус, Машиах Иешуа, он действительно своей кровью примирил весь этот мир. Такой немирный мир примирил. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Дамы и господа, братья и сестры, и вот на протяжении двух тысячелетий, мало по малу, но раскрывается, конечно, еще далеко, ну, очень малое, что раскрыто, но все-таки раскрывается постепенно, постепенно. Это бутон Евангелия, Царство Божье, цветок, то приоткрывается бутончик, это то снова закрывается, то, ну, пять столетий назад началась эпоха великого такого цветения, да, постепенно, постепенно бутон раскрывается, время реформации, обновления, знаете ли, возрождения христианства. И вот сегодня, в наш век, когда уже космические корабли, как говорится, бороздят просторы Вселенной, сегодня совершается чудо, это да, сегодня, как никогда раньше, вот это восстанавливается изначально библейское понимание, учение Евангелия Христова. В первозданной красе звучит вновь, конечно, безусловно, как и тогда, две тысячи лет назад, вызывая порой ожесточенные, такие, знаете ли, негодования религиозников, политиков, но, что бы ни происходило, если Бог за нас, кто против нас, все равно кто против. Если Бог за, кто против, ну, это уже их проблема. Друзья, и я благодарю Бога, что по утрам имею возможность тоже выходить в эфир, вот, я говорю об этом, поэтому более подробно, конечно, утром подсоединяйтесь, друзья мои, братья и сестры, кто подключился сейчас, не забывайте в 6 утра по киевскому времени, сейчас у нас 6.30 по киевскому времени вечера уже, да, время быстро бежит. Вот, вот, в 6 утра, в 6 вечера, по вечерам я буду проводить до самого Пурима такие Пуримные беседы, и какое-то время, наверное, Пурим, и после Пурима буду говорить об этом. Вот, а уже с первого Ниссана, наверное, так вот, как раз, да, начну предпасхальный такой цикл уже бесед этих, вот, о Пасхе, Пасахе. Вот, но я повторяю тоже, что говорил выше, что и Пасха, и Пасаха, да, и Пурим праздники действительно великие, и праздники, скажу, во многом очень близкие, родственные. Праздники спасения, праздники избавления. Слава Господу! В прошлые годы я даже проводил такие беседы, я их называл «От Пурима к Песаху». От Пурима к Песаху. Вот, может быть, и в этом году получится пару бесед таких провести, как раз. Слава Богу! Да, а сейчас, дамы и господа, вот, перечитывая Писание, перечитывая вот эти тексты из Писания, я наполняюсь это благодарностью к Богу, благодарностью к нашему Отцу. Я прочту лишь только немногое из Писаний, из этих пророчеств, вот, о Божьих обетованиях, вот, написано Аврааму данных в Бытие, 12 главе, в начале самом. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, и из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благоставлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благоставлю благоставляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благоставляться в Тебе все племена земные». Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Здесь Божий Завет с Израилем, из Исход, 6 глава. «И говорил Бог Моисею, и сказал ему, Я Господь, Аллилуйя, значит, Иудхей Вавхей, да, Яхве, Иегова, Иегова. Являлся я Аврааму, Исаку и Якову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим, Иудхей Вавхей и Иегова, не открылся им. И я поставил Завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали». Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Вот, перечитывая вот эти тексты, да, прошло уже много веков, тысячелетия уже древние прошли. Но, знаете, друзья, я благодарен Богу за Его верность, за верность Слову, которую Он дал. Если человек бывает и неверен Слову, и, к сожалению, часто так бывает, то Бог, но Бог со своей стороны, всегда верен Своему Слову. Такому Богу можно доверять смело. И вот в этих пророчествах, особенно где говорится о предупреждении вот Израилю, да, и последствия непослушанию Слова, и о рассеянии, а потом о возвращении народа в землю обетованную. Конечно, я представляю себе картину эту, просто представляю картину действительно Божьей такой геополитики, да, Он рассеивал свой народ, а затем и собирал. Знаете, для меня особенная честь, особенно честь жить в то время, когда исполнились эти библейские пророчества и исполняются слова Писания Священного. И для всего человечества, кстати, это величайший знак, такие величайшие события, которые произошли в месяце Ияр, значит, да, второго месяца, если считать от Ниссана, да, вот, потрясающие события. Два события, которые изменили, ну, очень, ну, все, по сути, на этой планете изменили, действительно все, вот, которые говорят о Божьей геополитике, которые говорят о том, что Бог и сегодня тот же, и сегодня Он совершает свои великие деяния. Одно событие произошло весной 48-го года, да, весна 48-го года, май месяц, 14 мая, Бен-Гурион зачитывал декларацию возрождения еврейского государства, образования государства Израиля. О, тысячи лет рассеяния, и здесь мы видим с вами великое чудо восстановления, великое чудо восстановления, продолжающееся по сей день, великое чудо восстановления Израиля. А в 67-м летом второе чудо произошло, тоже в месяце Ияре, потрясающие события, удивительнейшие события, только, ну, в 48-м это было, получается, начало месяца Ияр, да, вот, а здесь уже конец, уже месяца Ияр. Но потрясающее чудо произошло, Иерусалим снова стал еврейской столицей, ну, де-факто, де-юре, это было попозже, уже обнародовано, а мировое сообщество до сих пор еще так вот на это все смотрят неоднозначно. Слава Богу, благодарю Богу, что в прошлом году президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, как лидер свободного мира, признал-таки, наконец-таки признал, еще Рейган обещался, другие обещались, но, ой, обещанного очень порой долго ждут. Но, слава Богу, что Трамп, Трамп это, по-русски, как труба такая, да, Божья труба провозгласила, слава тебе, Господи, заодно это и деяние, его уже стоит канонизировать, будем так говорить, да, в свяце церковное должно попасть, должно попасть его имя Дональда, святой Дональд Трамп, в конце прошлого года он признал-таки Иерусалим столицей возрожденного еврейского государства Израиля. Это потрясающее событие, потрясающее чудо, вот, и я очень Богу благодарен за это, очень Богу благодарен события вот 17-го года, да, события 18-го тоже года, продолжающееся, кстати, чудо, да, на самом деле, удивительно, ведь и в 17-м, и в 18-м годах это происходило. Я имею ввиду, что после Трампа еще, после Америки, некоторые страны тоже стали вдруг заявлять, и слава Богу, что начался процесс этот, который уже не остановить, свободные страны, по мере того, как они свободные, вот, они стали заявлять о том, что да, мы признаем тоже, признаем Иерусалим столицей возрожденного еврейского государства. Слава, слава Господу. Вот, это великое чудо, друзья мои, великое чудо, на наших глазах совершаемое. И хотя мы понимаем, что это совершают люди, человеки, но, как и в книге Исфирь, как и в истории Пурима, того древнего Пурима, мы видим святую руку Божью. Я в сегодняшних беседах, ну, перед трансляцией, в парке Киото, здесь вот, у меня парк под окнами, я сейчас на улице Киото, и это прекрасный парк, посвященный здесь, в Киеве, посвященный культурной столице, древней столице Японии, городу Киото. Вот, и не был еще ни разу в Японии, не был в Киото, но, знаете ли, здесь, в Киеве, в столице Украины, Украине есть кусочек Японии, есть отблеск Киото. Слава тебе, Господи. Вот, и вот в этом парке прогуливый, записал сегодня два таких коротких видео, сюжета, один еще на ходу, пока шел туда на рынок, а второй уже там уже, почивая уже, отдыхая на лавочке. Вот, и я сказал в этих видео, и сейчас хочу повторить в трансляции уже, что действительно, хотя напрямую Бог Всемогущий не записан в этой книге Исфири, Да, и порой в современных, также исторических событиях, таких, да, вот, в сегодняшних политических событиях, нечасто, честно говоря, так, очень даже нечасто, почти никогда, вообще-то, в последние годы, Бог Всемогущий не упоминается в деяниях таких геополитических, огромных, но Он незримо присутствует во всем этом, незримо присутствует и совершает свои чудеса. Слава Тебе, Господи! Благодарю Бога Всемогущего за все, благооставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, каждый вечер, вот, начиная с сегодняшнего вечера, кто подключился, объясняю, я посвящаю приближающемуся празднику Пурим. Библейский праздник, о котором рассказывается в книге Исфири. Рекомендую, поэтому, всем вам в эти дни перечитывать книгу Исфирь, размышлять над этой книгой, молиться, благоставлять Израиль, благоставлять Иерусалим, молиться о духовном пробуждении еврейского народа, ну, и всей нашей истрадавшейся планеты, всех народов нашей земли многострадальной. Пусть свершится то, что еврейской традицией мы называем это, зикуналам, возрождение или восстановление этого мира. Слава Господу! Иегова, Бог Аврагама, Он и сегодня тот же, и обетования Его верны. Я знаю, что такому Богу, как Он, можно смело доверить свою жизнь, и временную, и вечную, вечное свое бытие. Слава Богу! Благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, благоставляю наши семьи, родных, ближних. Молюсь сегодня тоже и за нашего благочинного священника, отца Алексея, Алексея Ивановича, молюсь за всех наших священнослужителей здесь, в Киеве. И по Украине, и в других странах. Слава Богу! Благоставляю всех вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аллилуйя! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Благоставляю всех вас во имя Господне, благоставляю семинардов и по истории христианства здесь в Киеве, которые буду проводить на Попудренково 34А в Храме Христа, в Собор Христа. Вот и эти беседы благоставляю. Причастия не принимаем. Я принимаю сегодня причастие, но уже после трансляции, после завершения трансляции, хотя можно и сейчас принять, прям в эфире. Я по утрам обычно делаю трансляцию с причастием, с Евхаристией. А вообще, примите, друзья, кто принимает, примите сейчас причастие. Потому что наше размышление о крови и теле Христа Иисуса, действительно, это благодать. Это Божья и святая благодать. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Боже. Благостави сейчас всех причастников, причастниц, благостави всех сегодня преломляющих хлеб жизни, Боже, воспоминающих то, что ты совершил, Боже, совершил великое искупление рода людского. Благодарю тебя, Господь, за тел и кровь Твои. Благодарю тебя за победу Твою. Благодарю тебя, Господь, спасибо тебе, Боже. И благостави сегодня Ольгу, сестру, благостави дом, ее благостави всех братьев, сестер, сейчас во имя Иисуса Христа, Боже. И благостави, Боже, на сон грядущих. Пусть и ночью внутренность учит нас, наша Дух Твой Святой в нас обучает нас. И даже в сновидениях, Боже, наставляет, назидает. Боже, слава тебе, Господь. Благослови, утром пробуди нас, в утренний час к молитве, Господь. Также с хлебопреломлением, с причастием, с Евхаристией. Слава тебе, Господь, за все. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю вас, братья и сестры. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.